Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Если человек уходит из отношений, бросает, начинает встречаться с другой, а потом спустя время возвращается и говорит, что любит. Можно ли довериться такому человеку или ситуация может повториться? Как понять, можно ли прощать или нет? Спасибо. Я думаю, что совершенно не случайно вы встретили такого человека, человека, который не доверяет себе очевидно, человек, который боится находиться в контакте с другим и в определенный момент просто предпочитает из этого контакта уйти. Дело в том, что хоть это и может быть очевидно, но я думаю, об этом имеет смысл сказать. Он ведь не только вас бросает и начинает встречаться с другой, он ведь и ту девочку бросает и начинает встречаться с вами, а для той девочки вы другая. Он делает это не только с вами, он делает это и с другой девочкой. Это вот то, что, наверное, немножечко вас уравновешивает с другой девочкой сделать не вас здесь. Дело просто в принципе в том, что у мужчин есть определенная стратегия поведения. То, что вы выбрали такого человека в отношении и ваша такая несколько неуверенная позиция по этому вопросу, на мой взгляд, говорит о том, что вы точно так же, как и мужчина ваш, неуверенный в себе и себе не доверяет. Я хотел бы сказать сразу очень важную вещь, то, что доверять другому человеку всегда нечто, что-то непонятное. Ну то есть, что такое доверие другому человеку? Ну вот, буквально. Что это такое? Как это вообще? Что значит доверять другому человеку? Вот, ну, допустим, я не знаю, что это такое. Поэтому я думаю, что доверять вы можете в принципе адекватно только себе и то, что вы пытаетесь доверять, значит, другому человеку. Говорят о том, что у другого человека вы просто-напросто пытаетесь, опять же, добрать что-то, что вот не хватает вам. То есть, вы вот как-то не доверяете себе, да? Вот где-то вы себя игнорируете. От этого, соответственно, ну, какая-то вот уверенность, какая-то надежность, какая-то безопасность, безопасность понижается. И, соответственно, вам нужен другой человек для того, чтобы вот как раз себя как-то вот привести в равновесие. Только, ну, к большому сожалению, вот, этого сделать не получается. Именно потому, что у другого человека могут быть точно такие же какие-то свои трудности, какие-то свои проблемы и так далее. Поэтому, поэтому, доверять в первую очередь необходимо учиться вам, само себе. Доверять нужно, учиться. А дальше уже вы можете, ну, решить, дальше вы можете решить, как вам действовать, значит, ну, что вам делать и так далее. Как, условно говоря, да, рассматривать эту ситуацию. Я имею в виду все, что делает мужчина. Я думаю, что если ваши отношения таковы, ну, в целом, в принципе, если ваши отношения таковы, что в них можно рассчитывать на то, что личность, особенности личности будут учитываться, вот, то я думаю, что то, что делает мужчина, вот, не является такой уж глобальной проблемой в некоторых аспектах. Ну, то есть, при некоторых обстоятельствах, вот, это не является какой-то такой прямо уж серьезной проблемой. Вот. Потому что вы можете, например, ну, просто вот принять, что у вашего мужчины есть такие особенности, он такой человек, и он так себя ведет. Я не говорю, что вам это нужно принимать, я не говорю, что вы обязаны это принимать, нет, ни в коем случае. Я просто говорю, что широта восприятия человека, вот, в общем-то, упрощает жизнь и упрощает, как бы, именно восприятие того, что происходит. Ваш вопрос, он звучит несколько, ну, знаете как, несколько, ну, я бы сказал, нелогично, да, потому что вы описываете человека, который непостоянен, да, и вы спрашиваете нас о том, можно ли вот такому непостоянному человеку доверять. Ну, совершенно очевидно, что нет. Можно ли с таким непостоянным человеком находиться в отношениях, да, можно. Если вы доверяете сами себе, ну, вот, либо вы можете искать, ну, другого, какого-то более надежного партнера, да, который вот вам скомпенсирует какую-то вашу собственную тревожность, да, скомпенсирует какую-то ваши собственные слепые пятна, вот, и, соответственно, сделать вашу жизнь проще. Но тогда вы, на мой взгляд, просто рискуете быть зависимым уже от этого человека, вот, дальше. Значит, что касается прощения, я думаю, что вы не можете по своему собственному желанию заставить себя простить или не простить кого бы то ни было. Я думаю, что вы или чувствуете в себе возможность простить, то бишь принять, то бишь воспринять действие человека, как элемент более широкой личностной картины, вот, или нет. Вы этого не чувствуете, вы этого не видите, вы не можете воспринять действие человека более глобально и, соответственно, вы не можете это принять. И вы снова и снова требуете от мужчины того, что он сделать на данный момент не может никак. Вот. Не потому что он вот такой плохой и не хочет, нет, а просто потому что он просто не может. Ну вот, на сегодняшний день вот так. Поэтому заставить, значит, мы понимаем, что заставить себя простить кого-либо невозможно. Так же как и заставить себя не прощать с кого бы то ни было. Точно так же невозможно это сделать нереально. И поэтому вам нужно опять же здесь обратиться к себе. Вот. Вам нужно здесь обратиться к самой себе. И спросить себя, чувствую ли я сейчас, ну, необходимые ресурсы, да. Чувствую ли я в себе сейчас силы для того, чтобы человека вот, собственно, простить. Вот. И, ну, как бы это прощение, вот, если это прощение, оно подразумевает, что мы больше, да, к этой теме не возвращаемся. Вот. Оно подразумевает то, что мы больше об этом не говорим. Вот. Если же вы об этом говорите, как бы, да, ну, если вы чувствуете, если вы чувствуете, что, ну, что возвращаетесь к этому, вот, то это история про то, что вы не простили, а заставили себя прощать. Поэтому прежде чем прощать, я рекомендовал, рекомендовал, я рекомендовал бы вам, значит, развить по возможности контакт, вот, с собой, да, и вообще преследовать немножечко, вот, свои чувства, да, свои, значит, ощущения, свои ценности, может быть, преследовать и так далее, вот. Сейчас эта ситуация выглядит, вот, таким не очень хорошим образом, потому что вы, значит, транслируете такую мысль, что мне нужен надежный мужчина, на которого я, условно говоря, там, могу положиться, вот, а вы сами находитесь в отношениях с человеком, который является, ну, по сути, прямой противоположностью, вот. И это вызывает вопросы относительно того, ну, во-первых, какие у вас желания, да, то есть, ну, какие у вас, какие у вас потребности, да, какие у вас предпочтения, вот, с одной стороны, и в то же время, как вы это демонстрируете, ну, как вы их демонстрируете, да, и как вы это выражаете, потому что, ну, вот, есть ощущение, что делать это как-то несколько не так, вот, как, ну, как надо быть для того, чтобы чувствовать себя, ну, хорошо, комфортно, там, и так далее. Ну, естественно, это все корректируется и так далее, и так далее. Вот. Что вы можете, значит, сделать еще? Вы можете спросить отношения мужчины к тому, что он делает. и вы можете узнать, как он сам относится к тому, что происходит. Вот. И считает ли он сам проблемой то, что происходит. И хочет, и может ли он сейчас, на данный момент времени, значит, ну, вот, предпринимать какие-то шаги, чтобы это изменить, без защитимого ущерба для суда. Вот. Я думаю, я думаю, примерно такой ответ вам можно сейчас дать, и вот в таком ключе я бы вам ответил с точки зрения психолога. А на этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, в первую очередь, для решения тех проблем, которые я обозначил. Будем рады вам помочь. И еще раз. Продолжение следует...